Что имеем, не храним, а теряя, плачем. Это народная мудрость, применима к здоровью в целом и к органу зрения в частности. Действительно, мы воспринимаем мир во всём его многообразии с детства благодаря органу зрения. И только когда человек не может реализовать эту функцию в полной мере, он начинает понимать масштаб катастрофы. Здравствуйте! Сегодня в программе «Тело человека» мы поговорим о том, насколько важно с раннего детства беречь и заботиться о своих глазах, как правильно за ними ухаживать и на что нужно обратить особое внимание. А пока небольшая анатомическая справка. Глаз. Это сложная оптическая система. Световые лучи попадают от окружающих предметов в глаз через сильную собирающую линзу – роговицу. Преломившись на передней и задней поверхности роговицы, световые лучи проходят беспрепятственно через прозрачную жидкость, заполняющую переднюю камеру вплоть до радужки. Зрачок, а именно так называется круглое отверстие в радужке, позволяет центрально расположенным лучам продолжить свое путешествие внутрь глаза. Далее свет преломляется хрусталиком, который, по сути, тоже линза, как и роговица. Лучи света, сфокусированные оптической системой глаза, попадают в конечном итоге на сетчатку, где оптическая информация воспринимается светочувствительными нервными клетками, кодируется в последовательность электрических импульсов и передается по зрительному нерву в головной мозг для окончательной обработки и сознательного восприятия. Сейчас время представить моих сегодняшних гостей. Итак, о качестве зрения мы поговорим с врачом-офтальмологом поликлиники номер 7 Яниной Валерьевной Мордовкиной. Здравствуйте. А помогать нам будут двое студентов Гомельского медицинского университета. Это Юлия Гальмакова и Степан Андаськов. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ребята, традиционно мы нашу передачу начинаем с вопроса для вас. Он уже готов. Внимание на экран. Офтальмология – это наука об органе зрения и его заболеваниях, и зародилась она в глубокой древности. В древнегреческой медицине заболевания глаза впервые описаны родоначальником медицины Гиппократом. А вот что с анатомической точки зрения, по мнению Гиппократа, представлял глаз и как он лечил глазные болезни – это «Вопрос для вас». Ребята, вопрос для вас уже прозвучал. Вы можете приступать готовить ответ на этот вопрос, а мы пока начнем наш разговор. Сложно сказать, есть ли под этим устойчивая научная база, но попытки поставить диагноз по глазам предпринимались врачами индийскими и китайскими уже более трех тысяч лет назад. Учились ставить диагноз по радужке и врачи древнего Египта. К каким же выводам они пришли? Внимание на экран. Метод определения диагноза по зрачку получил название «Иридодиагностики». Считается, что радужка нашего глаза – это орган, на котором проецируется состояние всех внутренних органов и систем нашего организма, и по определенным изменениям можно судить о появлении того или иного заболевания. Так, если радужка вашего глаза напоминает глаз детской куклы, ровная, гладкая, равномерно пигментированная – это признак отличной наследственности, выносливости, крепкого иммунитета. После болезней и операций ваше здоровье, скорее всего, восстанавливается быстро и полностью. А вот рыхлая радужка говорит о средней наследственности. При больших психических и физических нагрузках у таких людей возможны нервные срывы, чрезмерная раздражительность, головные и сердечные боли. Очень рыхлая радужка, в которой волокна расщеплены на много дыр – признак слабого иммунитета, невысокой степени выносливости. Даже при незначительных нагрузках или стрессах возможны нервные срывы и возникновение заболеваний. Енина Валерьевна, как показывает Ваша практика? Насколько действительно верны выводы, к которым пришли ученые прошлого? И что можно сказать по осмотру глаз пациента? Безусловно, иридодиагностика и в древние времена, и в настоящее время она используется как отдельную область медицины, в частности, офтальмодиагностики. Но здесь хотелось бы немножко сделать акцент на том, что не столько по состоянию радужки мы можем судить о наличии наследственности, склонности к каким-то заболеваниям. Как правило, уже поломка организма приводит к проблемам органозрения и отражается на радужке, сетчатке и так далее. И если мы видим рыхлую радужку, проблемы с сосудами на радужке, выщелачивание пигмента из нее, это говорит о том, что организм дает сбой. Он не справляется с какой-то проблемой и он требует помощи, медицинской помощи нашего вмешательства. И, конечно, в зависимости от степени выщелачивания, изменения цвета глаз, даже в такую сторону, когда пациенты сами переходят жалобы на то, что у меня изменился цвет глаз, меня это беспокоит в какой-то степени. И, проводя более глубокое обследование, офтальмодиагностику, мы находим признаки других соматических заболеваний, которые требуют немедленного вмешательства со стороны наших врачей-специалистов-коллег другого профиля. Как правило, терапевтического профиля, эндокринологов и изменения, которые происходят в данной ситуации на глазах, в частности, на радужке, к сожалению, не всегда обратимы. В данной ситуации мы выступаем таким звеном констатации факта наличия того-либо иного заболевания и помогаем в диагностике нашим коллегам. Но помочь в лечении бывает крайне сложно. То есть вы можете спрогнозировать о том, что этому человеку нужно дообследование внутренних органов, если он впервые обратился, например, именно к врачу-офтальмологу? Безусловно. И спрогнозировать, и назначить, и рекомендовать, и поэтапно расписать индивидуальный план диагностики, наблюдения и лечения у врача-специалистов смежного профиля. Сейчас известно, что век гаджетов, интернета, и поэтому нагрузка на орган зрения очень резко возросла. А увеличилось ли число пациентов с патологией органа зрения, с нарушением зрения? Объективно увеличилось число пациентов с патологией органа зрения. Здесь нужно отметить, что у детей дошкольного и школьного возраста крайне часто встречаются аномалии рефракции. Приобретенные аномалии рефракции комбинированы с другой патологией, с трабизмом, амблиопией, которые очень тяжело поддаются лечению, если выявляются в запущенных, далеко зашедших стадиях. Но здесь хочется привлечь внимание наших родителей к их деткам, так как офтальмолог практически бессилен, если он не работает в тандеме с родителями ребенка. Ребенок школьного и дошкольного возраста, к сожалению, не в состоянии объективно оценить тот вред, который может принести ему бесконтрольное использование гаджетов, параллельно с неадекватной коррекцией, если такая нужна данному ребенку. У взрослых тоже отмечается рост патологии, связанной с использованием гаджетов, но в силу своей профессиональной деятельности мы не можем от них отказаться, поэтому мы всячески со стороны офтальмологии пытаемся помочь компенсировать данное состояние и облегчить те симптомы, если они возникают, которые они нам предъявляют. Елена Валерьевна, ну если спросить у наших соотечественников, какие заболевания органов зрения они знают, то, конечно, большинство безошибочно назовет это четыре заболевания. Близорукость, дальнозоркость, катаракта и глаукома. А вот этот технологический прогресс сейчас, использование действительно интернета, гаджетов, привел ли он к увеличению списка, к расширению списка заболеваний органов зрения? Технологический прогресс привел к расширению списка нозологической структуры в офтальмологии, в частности. И мы видим неуклонную тенденцию к росту таких заболеваний, как гератоконус в возрасте от 20 до 30 лет. Раньше это встречалось намного реже. Это заболевание, которое при прогрессировании приводит также к необратимым потерям зрения, восстановить, которое практически невозможно, к сожалению. И здесь нужно сделать акцент на том, что как раз-таки использование гаджетов бесконтрольно и приводит к прогрессированию данного заболевания при определенных факторах внешней среды. Такие заболевания, как атрофия зрительного нерва, заболевания сетчатки в виде разрывов и отслоек, которые не проявляют себя на начальных этапах и крайне тяжело поддаются лечению в далеко зашедшей стадии. И отдельный акцент хотелось бы сделать на диабетической ретинопатии, так как данная патология социально значима. Опять же, в начальном своем этапе она практически себя никак не проявляет пациента, не предъявляя жалоб. В далеко зашедшей стадии она очень тяжело поддается лечению и приводит к необратимой потере зрения. Елена Валерьевна, общепринято, наверное, несколько это ошибочно, о том, что близорукость – это все-таки больше заболевания детей, а дальнозоркость, уже глаукома, катаракта – это возрастные проблемы. Пожалуйста, поставьте точки над «и» вот в этой ситуации. В частности, с близорукостью, глаукомой и катарактой стоит согласиться, так как близорукость – действительно заболевание, как правило, дошкольного, школьного возраста, это связано с ростом ребенка и определенных факторах внешней среды, наследственной перерасположенностью. Глаукома и катаракта, подавляющее большинство случаев, это, конечно, возрастная патология, но не исключена она и в детском возрасте, и глаукома, и катаракта, в частности, врожденная. А вот с дальнозоркостью я бы все-таки не согласилась, так как дальнозоркость как заболевание, оно более характерно и требует динамического, пристального наблюдения врача-специалиста в дошкольном и школьном возрасте, так как последствия отсутствия коррекции наблюдения за данным заболеванием более тяжелые, чем при той же близорукости. И в последующем, если не пытаться ничего делать, очень остро стоит вопрос с выбором профессии и социальной адаптацией ребенка, когда его желания не совпадают с его возможностями, и сделать в 18 лет крайне что-то сложно. Резервные возможности организма, они тоже не безграничны, и чем раньше мы начинаем процесс диагностики, лечения, реабилитации ребенка, тем лучше результат. У лиц старшего возраста, в частности, старше 40 лет, всем известна возрастная дальнозоркость. С точки зрения офтальмологии, это пресс-Биэпи, это состояние. Это не заболевание, оно требует помощи в виде средств коррекции на близком расстоянии, при прогрессировании на дальнем расстоянии. Но данное состояние, оно не связано с аккомодационным аппаратом глаза, а аккомодационный аппарат в данной ситуации не работает. То есть навредить глазам в такой ситуации практически невозможно. Им можно помочь лучше видеть на близком расстоянии, на среднем расстоянии, как правило. Наука и практика не стоят на месте, в том числе, наверное, и в офтальмологии. Поэтому визит к врачу-специалисту на сегодняшний день, к врачу-офтальмологу, отличается от того, что было 10-20 лет назад. Что может современная офтальмология в плане диагностики нового оборудования предложить сегодня пациенту? Безусловно, в настоящее время спектр офтальмодиагностического оборудования расширился. Нужно отметить наличие авторефрактометров педиатрических, которые позволяют нам объективно определить рефракцию и отклонение в рефракции у детей 3-6 месяцев. Ранее, конечно, это было очень сложно, труднодоступно. По поводу взрослого населения, мы широко используем на данном этапе оптическую когерентную томографию переднего и заднего отрезка, которая позволяет на микроуровне судить о строении всех оболочек глаз. Это и роговицы, и радужки, и сечастки, и состояние зрительного нерва, дискозрительного нерва. Макулярные зоны, отвечающие за центральную остроту зрения. И отметить такие аппараты, как УЗИ в офтальмологии, так как ранее оно использовалось как вспомогательный метод, очень узко, оно просто недоступно на территории нашего государства. На данный момент это более доступный метод исследования, и он помогает нам визуализировать те структуры глаза, которые недоступны осмотру при оптически непрозрачных средах. То есть при наличии катаракты у пациента мы фактически не понимаем, в каком состоянии находится орган зрения, который расположен за хрусталиком, и очень сложно прогнозировать в принципе любое течение, даже хирургическое лечение катаракты в данной ситуации. Я предлагаю сейчас послушать ответы наших ребят. Вопрос был о истории офтальмологии и о родоначальнике медицине Гиппократия. Ребята, у вас готов ответ? Кто будет отвечать? Пожалуйста, Юля. С анатомической точки зрения Гиппократ представлял себе глаз следующим образом. Он считал, что из мозга идут определенные жилочки, по которым стекает клейкообразное вещество. Спереди это вещество засыхает, образуя переднюю защиту. В возникновении глазных болезней Гиппократ объяснял тем, что из мозга оттекают вредные вещества, которые ведут к воспалению глаза. Отсюда произошел дошедший до нашего времени и широко используемый в современной медицине термин катар, который в переводе с греческого означает «стекать». Что касается лечения глазных болезней, то местных средств Гиппократ почти не употреблял. Он широко использовал привычные методы в виде кровопусканий, теплых ванн, в том числе и минеральных, слабительных средств и очистительных средств. Однако ближайшие ученики Гиппократа стали активно использовать местное лечение. Они использовали различные ванночки, мази, примочки, в состав которых ходили соли металлов, мед, соки и другие вещества. То есть как это все было далеко от современной нашей медицины. Да. Второй вопрос для вас уже готов, поэтому внимание на экран. Еще в древние времена греки и римляне заметили, что стеклянный шар, наполненный водой, обладает способностью увеличивать предметы. Именно такие шары служили первыми увеличительными стеклами. Еще до появления очков в качестве приборов, улучшающих зрение, использовались отдельные полированные кристаллы или куски стекла. Конечно, первые очки были мало похожи на современные. Они представляли собой просто круглые линзы в оправе. Изобретателям долго не удавалось придумать способ крепления очков около глаз. Почти 500 лет понадобилось для того, чтобы посадить линзы в оправе на нос с помощью дужек. Но в любые времена люди хотели не просто скорректировать аномалии рефракции, а навсегда избавиться от проблемы «я плохо вижу». А вот когда была опубликована первая научная работа о возможности исправления астигматизма при помощи хирургической операции на роговице глаза? И кем впервые была сделана такая операция? Это «Вопрос для вас». Ребят, вопрос для вас уже прозвучал, поэтому готовьте на него ответ, а мы пока продолжим наш разговор. Елена Валерьевна, на сегодняшний день мы хорошо знаем такой метод коррекции зрения, как лазерная коррекция. Насколько этот метод эффективен и можно ли спрогнозировать результат этой коррекции? Безусловно, данный метод коррекции аномалии рефракции является наиболее эффективным, так как он позволяет носителям очков либо контактных линз избавиться от данной проблемы. Для некоторых это является проблемой в социальном аспекте, да? И результат может быть достигнут до 100% и выше в среднем по популяции, так как понятие 100% на стартозрение, оно все-таки относительно. На данном этапе сложно, конечно, сказать у конкретного пациента, как будет протекать дальнейшее его состояние, динамика зрительных функций, но на этапе дооперационного обследования, офтальмодиагностики, практически в 90% случаев можно спрогнозировать срок, на какой хватит достаточной астраты зрения, и пациент информируется о данном факте. Если он с этим согласен, безусловно, дальше специалисты приступают. К лазерному лечению. На данный момент в арсенале офтальмологов существуют и такие методы лечения, как интраокулярные линзы, которые все-таки в возрасте старше 40 лет более приемлемы. Любой ли человек может делать лазерную коррекцию? Или есть противопоказания к этой процедуре? Безусловно, есть противопоказания, так как смертная коррекция, не стоит об этом забывать. Это хирургическое вмешательство, это изменение анатомической структуры, в частности, роговицы глаза. И если не позволяет толщина роговицы, если до хирургического вмешательства были какие-то воспалительные заболевания в виде кератитов, остаточное помутнение роговицы, рубцы посттравматические либо послеоперационные, безусловно, это является где-то относительным, где-то абсолютным противопоказанием. И данный вопрос должен решаться сугубо индивидуально, так как и осложнения, как и после любого другого хирургического вмешательства, к сожалению, бывают. Ну а есть ли возрастные рамки для проведения этой процедуры? На сегодняшний день возрастные рамки, установленные в нашем регионе, вот в городе Гомель-Набаде ГУСКБ проводится ксимиролазерная коррекция, до 18-21 года стараются не брать, так как орган зрения еще недостаточно сформирован. И, как правило, это период, когда студенты проходят еще активное обучение и недостаточно стабильность зрительной функции, что может в последующем отразиться на результате хирургического лечения. А после 40-45 лет, опять же, здесь оговоривается тот момент, что развивается состояние при СБП, дальнозоркость. И вот этого момента хорошего зрения может хватить на год, на два. Это не совсем устраивает наших пациентов. И в большинстве случаев при достаточно подробной беседе предоперационной они понимают, что стоит воздержаться, либо примекнуть к иному методу коррекции. Ну, так как половина пациентов – это все-таки женщины, женщины молодого возраста, которые еще планируют рождение ребенка, и многие врачи считают, что лазерная коррекция является противопоказанием для последующих родов через естественные родовые пути. Действительно ли это так? Сама по себе лазерная коррекция зрения не является противопоказанием к родоразрешению через естественные родовые пути, но она должна быть выполнена желательно за три месяца до планируемой беременности. И женщина информируется о том, что во время беременности может меняться аномалия рефракции. После беременности могут быть либо усиления рефракции в сторону близорукости, как правило, близорукости, и она должна понимать, что этот уже риск она берет на себя, соглашаясь на коррекцию. Но хотелось бы немножко расставить акценты. У нас есть два вида лазерного вмешательства. Это эксимерлазерная коррекция по коррекции аномалии рефракции, то есть остроты зрения. И есть лазерное лечение, патологии сетчатки. И вот здесь, конечно, нужно не путать. Женщины во время беременности два раза за период беременности посещают врача-офтальмолога, который детально осматривает сетчатку. На данный момент такими методами, как фундоскопия, ранее это офтальмоскопия. И если находят угрожаемые состояния, такие как разрыв, предразрыв, витриальные изменения, либо, не дай бог, отслойку сетчатки, естественно, в этой ситуации они направляют на лазерное лечение сетчатки. Вот это является обязательным для женщины. Проводится это как раз-таки и во время беременности в том числе. И если вмешательство было проведено за три месяца, то планируемое родоразрешение, как правило, по заключению лазерного хирурга, возможно родоразрешение через естественные родовые пути. То есть это не просто противопоказание для рода, а наоборот, и делается для того, чтобы женщина потом, в последующем, могла без всякой, так сказать, угрозы для своего зрения родить через естественные родовые пути. Безусловно, для того, чтобы процесс и родоразрешение прошел физиологически, это никоим образом не отразилось на состоянии органа зрения. Предлагаю сейчас выслушать ответы наших ребят. У них вопрос был об истории коррекции зрения, об операциях. Кто будет отвечать на этот вопрос? Я буду отвечать. Да, пожалуйста, Степан. Итак, впервые доктор Снеллен выдвинул теорию о том, что коррекцию зрения можно производить таким образом, что производить насечки на роговице глаза. При этом при зарастании этих насечек будет изменяться толщина рогового слоя и тем самым будет изменяться преломление света в нем. Но из-за недостаточной опытности и мастерства хирургов того времени, которые привыкли в основном резать органы человека, они не боролись за такую операцию. И такая подобная операция прошла только через 30 лет. В 1896 году хирургом Лансом далее же отличился наш советский хирург Святослав Николаевич Федоров, который предложил вместо того, чтобы делать надрезы, нагревать роговицу глаза. Таким образом, вместе с японским хирургом Сато, они пришли к выводу того, что нагревание роговицы глаза приводит к недостаточной деформации, чтобы улучшить зрение. Таким образом, они от нагревания перешли к стандартным разрезам радиальным, что уже в последующем дало начало лазерной коррекции зрения. Но отличие было в том, что японский хирург Сато делал надрезы изнутри роговицы, а наш советский хирург делал их снаружи алмазным скальпелем. Ну что ж, хорошо, ответ достаточно у нас полный в историческом плане. Енина Валерьевна, в конце нашей программы я бы попросила вас дать несколько таких общих рекомендаций, что нужно делать нашим соотечественникам для того, чтобы сохранить как можно дольше хорошее зрение. В первую очередь, хотелось бы обратиться к родителям маленьких деток школьного дошкольного возраста и взрослой категории населения. Если вы все-таки испытываете необходимость в использовании гаджетов в течение длительного времени, соблюдайте регламентированные перерывы. То есть 10-15 минут каждые 45 минут. Это поможет снять статическое напряжение с органа зрения и расслабить аккомодационный аппарат. Объяснить тот факт, что организм, он не состоит из глаз, сердца, почек как анатомических структур. Это очень сложная структура, которая запрограммированно работает. Не всегда врачи-специалисты могут разобраться в работе и возникновении того-либо иного заболевания. И каждый прием лекарственного средства приводит к комплексу биохимических процессов, которые запускают какие-то изменения и вносят свою корректировку в работу организма. Поэтому очень прошу не заниматься самолечением и в случае каких-то изменений прислушаться к своему организму. И если что-то пошло не так, обратиться за профессиональной помощью к врачу-специалисту. А ежегодный осмотр офтальмолога поможет вам вовремя заподозрить наличие каких-либо заболеваний, которые, как правило, на начальном этапе протекают бессимптомно, составит индивидуальный план диагностики, лечения и последующей реабилитации, если вам это понадобится. Ирина Валерьевна, я вас благодарю за нашу сегодняшнюю встречу, за ваши рекомендации. Юлия Степан, тоже вам большое спасибо и до новых встреч. Берегите свое здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. И до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова